Четыре негативные установки, которые разрушают жизнь женщины. Итак, прежде чем я расскажу про эти четыре установки, прежде чем мы обсудим их, я, конечно, приглашаю вас пройти регистрацию на бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании под этим видео. Регистрируйтесь, становитесь счастливее, увереннее в себе, приводите в порядок свою самооценку и строите счастливые отношения с мужчиной. Ну что, давайте будем разбираться. Очень многие женщины, которые находятся в отношениях с мужчиной, проживают эти отношения с установками деструктивными, негативными, которые разрушают и женщину, и запутывают ее в этих отношениях. То есть она вроде бы находится рядом с мужчиной, вроде бы в каком-то статусе, но не чувствует себя счастливой, не чувствует себя защищенной, не чувствует себя в состоянии полета и кайфа. В таком состоянии женщины начинают выстраивать свои отношения с окружающим миром, с собой, со своим мужчиной через негативные установки, которые она формирует. Вот сейчас мы об этом с вами и поговорим. Итак, установка первая. «Я боюсь, что больше никого не встречу». Вот с этой установкой женщина живет рядом с мужчиной в несчастливых отношениях. Представляете? То есть она не выходит из отношений, не предпринимает никаких действий, опираясь на эту установку. «Боюсь, что больше никого не встречу». Смотрите, какой важный момент. Вы должны бить в колокола. Это тревожная установка. Почему? В этих отношениях вы настолько усомнились в себе, вы настолько утратили свою женственность, свою самооценку, уверенность, чувственность, эмоциональность, что не верите в то, что можете быть интересны любому другому мужчине. Запомните одну простую истину. Это ваше субъективное мнение и мнение, которое, возможно, вам навязал ваш мужчина. Если вы хотите, вы можете провести обычный простой эксперимент. Возьмите в выходной день, наденьте на себя шикарное красивое платье, сделайте красивую прическу и пойдите в какое-то увеселительное заведение, где встречаются мужчины и женщины и проводят весело вместе время. Я вас уверяю, к вам подойдет огромное количество мужчин для того, чтобы познакомиться с вами, узнать, как у вас дела, угостить вас чем-то, возможно, пригласить на свидание, а может быть, намекнуть на секс. Это не говорит о том, что нужно на него соглашаться. Я говорю это к тому, что вы обязательно привлечете к себе внимание. По какой причине? Потому что только вы считываете себя как неудачницу в будущем. То есть вы считаете, что у вас не получится построить отношения. И ваш мужчина, с которым вы в отношениях, сделал все возможное, чтобы вы так думали. А вы не бойтесь этого. Я вам даю стопроцентную гарантию, что вы будете в поле зрения, если вы будете в поле зрения мужчин, то обязательно привлечете к себе внимание. Здесь важно уже другое. После того, как вы привлекли внимание, как выстраивать диалог с мужчиной, общение с ним, чтобы его интерес по отношению к вам не угас, чтобы вы не влипли в очередные безответственные отношения, чтобы вы в этих отношениях себя не разрушили. Но это как бы уже отдельная история. На эту тему я буду записывать отдельное видео. От этой установки нужно отказываться, брать и прописывать свои действия. Есть установка «я боюсь, что я больше никого не встречу». Почему вы так думаете? Что случилось? У вас какие-то явно выраженные признаки того, что вы можете быть неинтересным мужчинам? Сомневаюсь. При этом я могу так сказать, что мужчины же разные, у всех разные вкусовые предпочтения. У меня тоже много мужчин-клиентов. И кому-то из них нравятся, например, девушки высокие, кому-то нравятся невысокие, кому-то нравятся полненькие девушки, кому-то худенькие, кому-то средненькие, кому-то рыженькие, кому-то беленькие. То есть здесь на вкус и цвет товарищей нет. То есть на каждую женщину найдется свой мужчина, так же, как на мужчину найдется женщина. Поэтому эта установка очень разрушительна, отказывайтесь от нее. Вторая установка, которая разрушает женщину, негативная установка. «Я могу стать лучше для своего мужчины». То есть я стану лучшей для своего мужчины, и он обязательно это будет ценить. Установка, с одной стороны, действительно неплохая, если рядом с вами находится достойный мужчина, и вы делаете это в знак благодарности за то, что он транслирует свое достойное поведение в ваших отношениях, в вашей паре. И совсем другое дело, когда вы хотите стать лучше, чтобы мужчина перестал быть недостойным. Это два очень разных состояния. Первое состояние, повторюсь, вы хотите стать лучшей для мужчины, который ведет себя достойно, либо второе состояние, вы хотите стать лучшей, чтобы мужчина перестал быть недостойным. Поэтому, если вы ориентируетесь на второй пункт, ориентируетесь на состояние, что я стану лучшей хозяйкой, любовницей, лучше буду выглядеть, буду более внимательной, покладистой и так далее, только для того, чтобы он прекратил свое недостойное поведение по отношению ко мне, это утопия. Это утопия. Это, знаете, отсрочка конца. То есть, рано или поздно вы все равно в этих отношениях разрушитесь, вы все равно в этих отношениях погибнете. Третья установка опасная, не менее опасная, чем вторая и первая. Я обязательно поменяю его. То есть, я из него сделаю лучшего. И женщина в этот момент наделяет себя правом быть для него мамочкой, начальником, наставницей. Как правило, женщина начинает применять разные манипулятивные техники, насильственные техники, чуть ли не шантаж такой завуалированный. Где-то это даже может выглядеть в виде подавленной, а где-то в виде открытой агрессии. То есть, женщина делает все возможное, чтобы переделать своего мужика. Отучить его от общения с друзьями, отучить его пить по пятницам пива, отучить его от охоты, от рыбалки, от того, что он бежит к маме, еще от чего-то. Он такой, какой он есть. Прежде чем наделять себя такими полномочиями, спросите у своего мужчины. Возьмите прям список, составьте, в чем я хочу улучшить своего мужика. И начинайте составлять список. Мне не нравится рыбалка, друзья, его мама, пиво, бильярд, охота, его машина и так далее. Вот составили список, подходите с этим списком своему мужчине. И задаете ему вопрос. Любимый, я приняла решение сделать тебя лучше по следующим пунктам. Хочу с тобой согласовать. Хочу, чтобы ты отказался от рыбалки ради меня. Можно я как бы вмешаюсь в эту сферу твоей жизни? Услышите его мнение. Он скажет, ты ничего там не перепутала, нет? А спросите у него, я вот тут решила тебя отучить от твоей мамаши. Ты не против, если я как бы тут сейчас начну действовать? Конечно, он вам скажет там. Но может быть, он и скажет, о да, помоги мне здесь вот улучшиться. Помоги мне галстук научиться завязывать. Вообще было бы шикарно, шикарно. То постоянно опаздываю на работу. Здесь он может согласиться, да. А вот в остальном вряд ли. Поэтому прежде чем приступать к какой-то переделке, это не квартирный вопрос, не дачный ответ. Не надо. Согласуйте это с мужчиной. Если он не планирует меняться, то его менять не надо. У вас ничего не получится, если он сам того не хочет. Это была третья негативная установка женщины, которая мешает ей стать счастливой, которая уничтожает женщину в отношениях. И четвертая установка убеждения женщины, все может поменяться просто так, само по себе. То есть вы знаете, как, ну я не знаю, грубый пример переводить. С какашкой я не буду. Бревно плывет по течению. И вот куда течение, туда бревно. И вот его прибьет к одному берегу, потом подмоет, опять к другому берегу. Но как-то вот нет какой-то определенности. Так же и здесь. Отношения рушатся. Отношения не приносят никакого счастья. Один негатив. И надеяться на то, что по какой-то нелепой случайности они начнут радовать ваше сердце, мы не можем. Потому что это не так. Такого не бывает, чтобы раз на ровном месте мужчина был не заинтересован в женщине, а потом резко заинтересовался и стал достойным. Ну, это четвертая установка. Не нужно надеяться на то, что все поменяется само по себе. Отношения мужчины и женщины это всегда тандемные действия. Это движение друг другу навстречу. Если кто-то один движется, второй стоит на месте, это бесполезная работа. Либо оба стоят на месте, тоже бесполезно. Либо один чересчур сильно старается, сильнее, чем все в этом мире. Тоже бесполезно. Действия должны быть адекватными. Если эти действия адекватны, если вы видите, что и мужчина старается ваше, вы стараетесь, тогда они могут поменяться отношения. Тогда у них может многое измениться. А надеяться на то, что они поменяются сами по себе, мы с вами не можем. Вот если вы обнаружили у себя вот эти четыре установки, то примите какое-либо решение. И не осуждайте потом себя за это. Если вы принимаете решение дальше быть в таких отношениях, смиритесь с этим. Смиритесь с тем, как есть. Если вам не нравится, ну, пожалуйста, примите другие решения. А установки, о которых я сегодня вам говорил, они очень разрушительны для женщины. Я надеюсь, что это видео было полезным. Еще раз напоминаю, что каждый месяц у нас стартует бесплатный онлайн-курс. Я такая одна, удобная или уникальная. Ссылка находится в описании под этим видео. Проходите регистрацию, присоединяйтесь, повышайте свою самооценку и становитесь счастливыми. С вами был Марк Бартон. До скорых встреч и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok